Добрый день, дорогие друзья! И сегодня краткая инструкция для тех, кто хочет обратиться к нам за консультацией. Мы сразу говорим, к нам не надо звонить и рассказывать о ваших психологических проблемах. Мы не психотерапевты. Нам не надо присылать ЭГЭ, МРТ, анализы и так далее. Мы не врачи. Нам не надо плакать в жилетку. Мы не психологи. Итак, для того, чтобы пройти консультацию по инфодайвингу, мы всегда рекомендуем зайти на ресурс poop.by, посмотреть видео наши, прочитать, что и как делается. И, увы, это делают совсем немногие. Поэтому еще одно видео для тех, кто не читает инструкции. Для того, чтобы подать заявку на консультацию, надо зайти на сайт poop.by, раздел консультации и раздел заявки. Вы заходите, заполняете заявку. Ее невозможно отправить, пока вы не заполните все поля и не произведете оплату. Оплата меняется периодически в сторону повышения, потому что мы не справляемся со шквалом заявок. Чем раньше вы обратились, тем дешевле вам будет это стоить. Средний срок ожидания работы нашей порядка двух-трех недель. Если вы платите выше минимальной цены, указанной при оплате в счете, соответственно, ваша заявка рассматривается вне очереди. Таковы правила. Как мы работаем? В заявке вы описываете проблему. Эта проблема может быть любой. И вы помечаете, согласны ли вы, например, на проведение каких-то корректирующих влияний. Если вы согласны, значит все хорошо. Если вы не согласны, тоже прекрасно. И такие заявки есть. И заявки идут тогда. Консультация чисто информационная. Когда человек интересует, что его ожидает в будущем, как сложатся те или иные обстоятельства, чем заниматься, еще там какие-то вопросы. Каждый берет, зачем ему та или иная болезнь прилетела. Каждый берет сам. Что ему интересно. Мы на эти вопросы отвечаем. Отвечаем каким образом? Мы делаем видеозапись. Мы делаем видеозапись с ответами. Размещаем ее на ютубе под закрытую ссылку. Эта ссылка есть только у нас и у вас. Ее нет в открытом доступе. И вы можете ею пользоваться. В дальнейшем можно будет прямо с ресурса subrishin.com. Это основная наша платформа. Пока раздел консультации в ней не запущен, но запустится в кратчайшие сроки. Вы можете тогда оттуда заказывать. И там у вас в вашем личном кабинете будет находиться эта консультация. И вы сможете в любой момент ее пересматривать. Хотя фактически пересмотр ее не нужен. Достаточно один раз осознать все то, что там говорится. Второй раз просмотр, как правило, уже нецелесообразен. Потому что уже проведена работа. Уже изменения пошли в жизнь. Уже точка старта здесь и сейчас изменилась. В случае, когда вы обращаетесь с серьезными заболеваниями. Тот же самый аутизм, умственное отставание, ДЦП, эпилепсия, болезнь Паркинсона, сахарный диабет, артриты, артрозы, генетические заболевания. У нас сейчас очень большой перечень, где у нас есть неплохие результаты. Когда я говорю неплохие результаты, это значит не стопроцентные результаты, но они есть. Качество жизни человека улучшилось. Но пока мы до конца еще информацию не расшарили, как отработать это заболевание. И человек не изменился настолько, чтобы его душа сказала, да, выключаю это заболевание. Хотя по многим заболеваниям у нас реально очень-очень большие наработки. Итак, если у вас какое-то тяжелое заболевание, и вы готовы над ним работать, особенно если это аутизм у детей, да, вообще если это болеют дети, значит работать будут родители. Дети идут прекрасным бонусом родителям. И здесь работает, как правило, такая система. Вы обращаетесь первый раз. Мы смотрим, делаем первичные настройки, смотрим в подсознании причины, закрываем кармические истории и так далее. Вы потом, получается, свое видео отработки, у вас есть представление, что произведено. И если у ребенка не было осознанного взгляда, он появляется, идут какие-то первичные изменения. Вот с момента, как эти изменения произошли, родителю надо включаться и начинать меняться. Потому что если родитель не изменился, то эти настройки будут где-то месяц, и потом душа ребенка будет требовать изменений. Как душа ребенка требует изменений? Она ровно зеркалит то, что вам надо изменить. И тогда ребенок работает чистым зеркалом. Если вы в жизни бегаете, как биоробот, ребенок будет стимить. Если вы ведете себя, как зверушка, он тоже будет вести себя, как зверушка. Если вы кричите и ругаетесь, и проявляете эмоции, считаете это нормой, ребенок будет вокализировать и так далее. И вы видите ровно свое зеркало, с которым надо работать. Вы в этом зеркале отражаетесь сами. И это зеркало ваш ребенок. Это касается и мам, и пап. Но так уж получается, что первично мама, а папа включается где-то месяца через 4. Потому что в какой-то момент у пап все процессы протекают значительно медленнее, чем у мам. И месяца через 4 включается папа с вопросом, а какой же роль я выполняю в жизни моих детей. И тогда папу накрывают осознание. И тогда у папы проявляются слезы. И папа не может плакать, потому что он мужчина. Потому что так сказал социум. И пошел процесс трансформации папы. То есть это идет двойной процесс. И мамы, и папы. Только чуть-чуть с отставанием во времени. И таким образом консультации периодически наши нужны и мамам, и папам, и детям. Мы это рассматриваем как одну консультацию, когда мы ведем всю семью. И каждый раз, отрабатывая, мы помогаем сделать следующий шаг. Мы помогаем продвинуться в осознавании своих проблем. И для того, чтобы мы имели обратную связь, для того, чтобы мы понимали, что вы работаете над собой, мы им ввели систему. Вы каждый раз заказываете новую консультацию. Каждый раз оплачиваете. И каждый раз в заявке обязательно пишете, что у вас происходит. Какие изменения у вас случились. Стало вам лучше или хуже. И так далее. И это процесс работы. До тех пор, пока мы придем к более-менее стабильному результату. Наш опыт показывает, что с тем же аутизмом более-менее стабильный результат наступает через 6 и более месяцев. На аутизм уходит примерно 2 года работы. Консультации надо будет делать с интервалом 2-5 недель. Поэтому рассчитывайте свои финансы. Рассчитывайте то, как быстро будете меняться вы. Почему в данном случае важны финансы? Потому что жаба – лучший стимул для того, чтобы родители начали работать над собой. Потому что вот сколько бы человеку ни говорил «не ходи, не делай», он все равно пойдет и сделает. Но если его больно прижимает деньгами, тогда он не делает. И этот момент в психологии и в психике человека мы также используем для достижения результата. Мы используем все возможные рычаги для того, чтобы заставить человека двинуться к себе настоящему и искреннему. Для того, чтобы ребенок поправился, надо, чтобы изменились его родители. Это касательно аутизма, умственных отставаний, ДЦП, эпилепсии и так далее, сахарного диабета, включая и генетических заболеваний у детей. Иногда мы делаем больно родителям. Когда родители совсем тупят, мы им делаем больно. Будьте готовы, с нами работать придется жестко. Мы не гладим по голове, не сюсюкаем и не отправляем вас подальше, дабы вы свалили и не дурили нам головы. Если вы это хотите сделать, вы можете уйти сразу и не тратить свои деньги. И не приходить к нам на консультацию. Если вы уже пришли, вам придется и плакать, и меняться, и все делать самостоятельно. Это ваша жизнь, ваша карма. Мы лишь отражатели, которые вам показывают. Идете туда или туда. Основная работа ляжет на вас, господа. Касательно заявок, которые делают бабушки. На самом деле бабушки зачастую имеют больше жизненный опыт и больше интеллект, нежели их молодые дети. Которым с первого, например, ребенка достался ребенок с аутизмом, или недоношенный, или с проблемами глаз, слухом, еще с чем-то, еще с чем-то, еще с чем-то. Бабушки включаются и начинают заниматься ребенком вместо родителей. Это путь в никуда. В наших экспериментах есть бабушки. И у детей были вот эти рывки вперед, откат назад, рывки вперед, откат назад. Вот это вот болтание. До тех пор, пока не включается мама. Причем, понимаете, когда вот работу за маму делает бабушка, то маму приходится бить в два раза сильнее. И маме как минимум в два раза больнее. Поэтому перед тем, как обратиться, пожалуйста, бабушки, поговорите со своими детьми. Возможно, они выберут прожить, растить детенка-инвалида и ухаживать за ним до 70 лет, и прожить это в течение всей жизни. Это их право и их выбор. И его надо уважать. Если они хотят сократить этот путь, значит, они подают заявку сами, и они работают сами. Все делают родители. Это их зеркало. Поймите их. Ведь вы же за них не проживете их жизнь. Проживите свою. До конца нормально. И осознайте ее. Для того, чтобы следующая инкарнация у вас была здоровой, а не инвалидной. Ведь не просто так ваши дети отразили вам зеркало ваших внуков. Вся информация по работе с нами размещается в разделе консультаций. Заявку можно заказать в разделе заявки. И в ближайшее время у нас появится еще дополнительный вид консультаций. Он называется сеансы. Не путайте, пожалуйста, консультации и сеансы. Сеансы будут по здоровью. Зачем нужны сеансы? Если у человека, например, тот же сахарный диабет, и начинаешь с ним работать, или онкология, в теле скапливается очень много тех субстанций, не только в теле, в психике, скажем так, скапливается большое количество тех субстанций, которые надо периодически зачищать, просто удалять. И надо сонастраивать резонансы между внутренними органами, надо отрабатывать отдельно органы пострадавшие, надо восстанавливать нейронные связи, надо восстанавливать орган. Это все мы делаем своим сознанием. Мы создаем то, что отключилось, умерло, повреждено и так далее. Это большой кусок работы. И этот кусок работы идет, как правило, с физиологией. Он возможен только после перепрошивок, только после отработки психосоматики. Когда эти темы закрыты на консультациях, мы человеку говорим, с этого момента можно ходить просто на сеансы. И консультация потребуется, например, через полгода. Не раньше. Консультации чуть дороже, сеансы чуть дешевле. Но разница небольшая на самом деле. Но в таком случае вы конкретно отрабатываете сеансы по здоровью. Чем их можно заменить, чтобы сэкономить? Можно заменить, пройдя обучение на курсе здоровья. Именно по программе здоровья, которая состоит из четырех блоков. Вот эту программу, когда вы проходите, там мы все объясняем и учим вас работать самостоятельно. То есть не мы за вас работаем, как на внутренних отладках. Это вы сами потом с собой работаете. И в таком случае количество сеансов у вас сокращается. И вы можете только периодически брать какие-то корректирующие, пока вы сомневаетесь в собственных силах. Когда вы в собственных силах перестанете сомневаться, вы будете работать самостоятельно. Потому что абсолютно у каждого человека есть сознание. У каждого человека есть психический потенциал. И каждый человек может сам проделывать ту же работу, которую делаем мы. Этому всему можно научиться. Можно научиться и работать самостоятельно. Но сложность в том, что человек сам себе не верит. Человек не верит в результат. Человек не верит в возможность. Что происходит, когда мы не верим себе? По сути дела, мы тогда выносим Бога вне себя. Мы уходим в объективное восприятие, когда некий мир существует вне нашего сознания. А это значит, наше сознание в этом мире отделенное и чужеродное. И не может влиять на этот некий объективный мир. И тогда вся ваша работа идет в трамп-трары. Потому что вы вышли из субъективного восприятия. И на сегодняшний день самая большая сложность вернуть человека к себе искреннему и настоящему. И вернуть Бога в человека. Потому что только при этих условиях начинают все психотехники оживать и работать. Тогда, когда человек принимает назад в себе Бога. Поэтому этому мы учим. Этот человек тренирует, развивает и нарабатывает. А наработать это можно только через фиксацию собственных результатов. Результатов своего труда. Результатов своего воздействия. И это достаточно длительный путь. Но этот путь может проделать каждый человек. Абсолютно каждый. И, соответственно, если человек смог поправиться, выздороветь, исцелить себя, то в дальнейшем он сможет точно так же работать и с другими людьми. И таким образом инфодайинг становится профессией. В принципе, наверное, все. Остальное вы можете зайти и прочесть на сайте pop.by в разделе консультаций. Консультации по бизнесу вынесены отдельно. Потому что это изначально договор с нами. Договор на перепросмотр бизнеса, на структуризацию, на подбор персонала. Нужен, не нужен. Как он проявляется. В плюс он работает, в минус. Какие направления взять. Какие сделки добавить. Какие убрать. Сопровождение сделок и так далее. Эти услуги мы тоже оказываем. Но это каждый раз персональный договор. Поэтому в разделе консультации он не обсуждается. Готовы работать со здоровьем? Готовы работать просто на консультациях, когда мы вам говорим прошлое, будущее и так далее? Пожалуйста, приходите, обращайтесь. Все техники для работы после консультации та же легализация чувств, радикальное прощение, практика зеркала и так далее. Много техник на самом деле у нас выложено в открытом доступе на YouTube и на сайте pop.by. Практически вся та техническая база, которая нужна будет для дальнейшей самостоятельной работы после первой консультации, есть в открытом доступе. Если вы начинаете это делать без консультации, без прошивок, это менее эффективно. Почему? Потому что не убраны психосоматические основы. Нет зачистки кармических историй. Не отключена душа души с ее подачей информации на тот сценарий, который формируется неосознанно. То есть фактически перейти в осознанный режим управления своей жизнью человеку будет очень тяжело. Но это возможно. Мы же как-то переходили. Ничего нет невозможно, если вы начинаете работать над собой. Продолжение следует...